Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. И сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной инициативе, родившейся на Одинцовской земле в нашем Одинцовском районе, об эстафете «Салют Победе», которая уже четвертый раз проходит в нашем муниципалитете. Сегодня у меня в гостях люди, которые имеют непосредственное отношение к проведению всех этапов этой эстафеты. Ну и начну я представлять с исполняющей обязанности руководителя администрации Одинцовского муниципального района Татьяны Викторовны Одинцовой. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Михаил Викторович Солнцев, советник главы городского поселения Одинцова. Михаил Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Председатель Градиционного совета педал ветеранов Одинцовского муниципального района. И директор Одинцовской гимназии номер 7 Ольга Евгеньевна Писарева. Ольга Евгеньевна, приветствую вас. Ну что ж, и сейчас уже у нас вовсю идет, раскручивается маховик четвертого этапа эстафета «Салют Победе». Ну, а мне хотелось бы начать с истории зарождения этой замечательной инициативы. Давайте вспомним, с чего все начиналось и что это значило, как это сначала запомнили вы, Татьяна Викторовна, Михаил Викторович, Ольга Евгеньевна. Ну, хочется сказать, что 8 декабря 2014 года пришло вот такое на ум создание проекта главы Одинцовского муниципального района Андрея Иванова. То, что в преддверии замечательной даты, 70-летия Победы над фашистской Германией советских воинов, создать такой уникальный проект, чтобы он охватил действительно все наши поселения, всех ветеранов, тружеников тыла, участников Великой Отечественной войны, чтобы охватить всех жителей Одинцовского района вот в этом масштабном мероприятии. Конечно, тяжело было сразу вот так вот показать этот проект в действии, как он заработает, как будет дан старт, потому что показать не очень хорошо в 70-летие Победы, это плохо для Одинцовского района. Лучше вообще ничего не показать. Лучше вообще ничего. И поэтому было несколько таких защитных проектов, дебютов перед главой района, когда он уже действительно сказал, да, это стоит, и собрал большое совещание рабочее с главами городских и сельских поселений, а у нас их 16, и тогда все одобрили этот проект, проект главы района Андрея Робертовича Иванова «Салют Победе». Михаил Викторович, ну, по-моему, Вы были с самого начала одним из больших энтузиастов и сторонников реализации этого проекта. Вот для Вас первые шаги эстафеты, чем они запомнились? Ну, здесь мы говорим о патриотическом воспитании наших детей, молодежи. И просто простыми фразами патриотизм в детях невозможно развивать, тем более укреплять. Поэтому первый этап Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне, он дал такой вот именно старт, потому что мы горды, горды духом советского солдата, победившего фашизм. И каждая глава поселения городского и сельского, лично Татьяна Викторовна, ее участие непосредственное, ну, во всех этапах, естественно. И участие, вот я был во всех школах, где проходил, это директор школ, коллектив, который продолжал внутри школы эту работу. Это очень важно. Потому что мы посвящены были не только уроки, занятия, доподлинные такие рассказы, были посвящены фотографии. Вот мне в Захаровской школе очень понравилось то, что там мальчик-девочка пишут о том, кто из родителей воевал. И прямого участия. Эти фотографии находятся размещены в зале, можно почитать биографию бабушки, дедушки, прабабушки. Это очень значимая такая вещь. Ну и так, в общем-то, все главы принимали непосредственное участие во всех эстафетах. Ну, вы сказали о том, что действительно огромную роль тоже внесли наши образовательные учреждения. Вот, Ольга Евгеньевна, не случайно гость этой студии тоже сегодня. Ольга Евгеньевна, вы о своем отношении к этой инициативе? Ну, надо сказать, что идея патриотического воспитания, она не нова. У нас постоянно проходят все эти направления по патриотическому воспитанию. Но вот идея объединить всех участников не только образовательного процесса, но и населения нашего Одинцовского района под эгидой патриотического воспитания, эта идея, конечно, просто замечательная. Колоссальное воздействие, когда всем районам мы движемся к одной цели и видим перед собой одну задачу. Задача – воспитать наших детей достойными памяти своих прадедов. Воспитать их эффективно устроить, успешными в этой жизни – это тоже наша задача. А вот воспитать их любящими с вами родину, настоящих граждан нашей страны и помнящих, откуда это все взялось, кем это все дано и чьей кровью это полито, все, что мы имеем сегодня – это очень важная задача. И, конечно, начало было положено грандиозное тогда, в 2014 году. Воспитать не только эффективных менеджеров, но еще и эффективных патриотов. Конечно, истинных патриотов. Эта задача стоит сегодня перед нами. И, получается, эта задача во главе деятельности Одинцовского района. Это очень радостно и отрадно. Татьяна Викторовна, понятно, что первый этап, который был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне, это был этап во многом становления этой инициативы, когда форма ее проведения даже отрабатывалась. Может быть, еще в начале, я не знаю, может быть, у вас уже была эта задумка о подведении итога, например, поездка в Брест, которая стала этого этапа. Вот давайте вспомним в нескольких словах о том, какими были эти этапы, какими они нам запомнились. Вот первый этап – это что это? Понимаете, сперва был отработан алгоритм действия. Почему? Потому что каждый ветеран не только перед 9 мая за два дня должен получить свои поздравления от всех, а мы отработали так, что в течение года, сеточка такая наша рабочая для ветеранов, что в течение года он был во внимании в своем поселении. И поэтому мы смогли узнать каждого, как этот ветеран себя чувствует, какая ему нужна помощь. И, например, первая акция с января – это новогодняя елка. То есть, если ветеран не может прийти в садик в школу, приходит к нему домой, дарит ему новогодние подарки, мини-концерт, и ветеран очень рад, что к нему пришли. Вторая уже часть – это февраль, это День защитников Отечества. Опять связь с ветеранами. 3-й, 8-й марта у нас очень много женщин, участников Великой Отечественной войны. И пошло пасхальная неделя, когда дети приходят и с куличами, и с крашенными яйцами. Конечно, когда ветеран находится дома, и к нему приходят, или его приглашают, и главы поселения в свои дома культуры, и ребяток себе в школы, и в садики – это дорогого стоит. Ну и как родилась Брестская крепость? Конечно, с чего начиналась война? Нам надо было, мы утвердили при Совете, при Андрея Робертовича, при Координационном Совете, что, конечно, все должны узнать, с чего же этот ужас начался. Естественно, создали такую группу в количестве 119 человек. Взяли ребят, взяли глав городских и сельских поселений со знаменами, с местными, флагами, и поехали туда, в Брестскую крепость, где как раз на этой земле организовали митинг. Нас замечательно встретил Григорий Григорьевич, директор комплекса мемориального Брестская крепость, где ребята и взрослые, конечно, стояли все со слезами на глазах. Увидеть это, прочувствовать. Ну и самое главное, что все были одеты в форму в 1941 году. То есть еще в некую историческую реконструкцию эта поездка превратилась? И вот вы понимаете, некоторые как-то вот думают, ну что я одену, ну как я буду выглядеть? А вот теперь у нас вопросов нет. У нас все школьники, все детские, дошкольные образовательные учреждения, главы поселения, наши активисты в поселениях, они уже театральная группа, они уже все знают, что у них есть такая форма. Форма 1941 года, они посвящают Салют Победе. Вот это тоже такой замечательный проект. Где вся семья готовится и шьет, и заказывает. Вот такое всенародное одобрение получилось. И первый этап, конечно, показал многое. Что можно сделать вот это, что можно напомнить многие события важные, а это дорогого стоит. Ну вот возьмем открытие вахты, уже посвященной битве за Сталинград. Когда мы говорим о том, что здесь был переломный момент, когда мы говорим о том, что если бы мы проиграли бы это сражение, враг бы не взял, не просто взял бы Сталинград, была бы поставлена Россия на колени. Волга – это тот предел, который нельзя ни в коем случае переходить, отдавать. Поэтому битва шла за каждый дом, за каждый квадратный метр, за каждую улицу. Вот уже есть, Датьяна Викторовна, полное понимание с губернатором и с мэром города Сталинграда. И нас там уже ждут. Но это будет сразу после 9 мая. Поэтому слезы и не только у ветеранов, но слезы у детей на глазах. Когда вот они говорим, когда ребенок, ну если возвращаясь к вахте жителей блокадного Ленинграда, когда мальчик или девочка держит в музее, мы открывали ее на своей ладошке, вот кусочек этого хлебушка и спрашивали, а что, на целый день? Ну да, на целый день, больше не давали. Но город жил, город продолжил жить. Не просто так, как громкоговоритель входил в символы битвы за Ленинград. Он работал. Люди реально слушали, чем живет Россия, Советский Союз, чем живет страна. Передавались концертные. Люди слушали. Жили вместе со всей страной. Поэтому он входил. Вот сейчас, Татьяна Викторовна, тоже по ее предложению, это земля с курганом, родину мать зовет. Она тоже входит и будет передаваться из поселения в поселение. Это очень важно. Что касается вот определения тематики этапов, да, второй этап, это было как бы продолжение первого этапа, и поездка также была в Белоруссию, в Минск. Третий этап, это вот Михаил Викторович уже в нескольких словах сказал блокадный Ленинград, сейчас Сталинград. Чем вообще обусловлен этот выбор? Победные этапы 45-го, они складывались из некоторых таких важных моментов нашего советского народа. И один из них, это, конечно же, Сталинградская битва. Ну и здесь я бы отметила, конечно, огромную роль Андрея Робертовича, потому что он лично знаком с губернатором Волгоградской области, с героем России Андреем Ивановичем. Вот, и поэтому, когда мы туда приехали предварительно, буквально две недели там назад, мы отработали уже все эти наши визиты, когда приедут наши ребята, когда приедут наши уважаемые жители Одинцовского района. И массу сил приложено и губернаторам, и его команды для того, чтобы встретить нашу делегацию. Они, конечно, были удивлены, что вот у нас есть такой замечательный проект, мы предварительно им послали ролик, что это такое, вот каждый этап. И они сказали, мы обязательно вас встретим, мы вам создадим все максимальные условия и панорамы Сталинградской битвы, и Мамаев-Курган, и все будет так, на самом высоком уровне. То есть оценили, оценили они то, что уже сделано и готовы помогать. Да, приятно. Что касается вот тех кесетов, которые лежат перед Ольгой Евгеньевной, я так понимаю, что это тоже один из вкладов, который ребята вносят вот с посильной в эту эстафету. А это вот уже начало четвертого этапа, посвященного Сталинградской битве, которая торжественно была открыта в волейбольном центре на днях. И к этому этапу ребята готовились. Заранее проводились и классные часы, и встречи с ветеранами, и Дни воинской славы, и конкурсы инсценированной песни. Но в том числе и хотелось бы как-то, знаете, чисто вещественно поздравить наших ветеранов, напомнить им и Дни славные, славные во время Великой Отечественной войны. И ребята сшили такие кесеты, они были у каждой школы по своему эскизу. Это вот наши кесеты Одинцовской гимназии номер 7, сделаны своими руками. В кесетах лежали подарочки для наших ветеранов, они были вручены, по-моему, 500 человекам. Ну и кроме того, посмотрите, какие были красивые письма. Они в стилистике писем Великой Отечественной войны, вот этих самых знаменитых треугольников. Но написано здесь детской рукой. Здравствуйте, дорогой ветеран, пишут вам ученики второго класса. Вы нас не знаете, но мы обязаны вам жизнью. Ведь именно вы подарили нам мирное небо и спокойную дорогу в школу. Ну вот такие трогательные слова, которые каждый ребенок продумывал сам, вот они дорогого стоят. Наверное, это был самый такой памятный подарок для наших ветеранов. Ну а впереди четвертый этап. Я так полагаю, у каждой школы будет и своя программа, и своя траектория. Ну и школьники будут работать над определенными страницами Сталинградской битвы. Каждой школы, младшеклассники могут готовить это в формате, например, скраббукинга какого-то. И это все вместе по Одинцовскому району можно объединить в отдельное такое произведение детского творчества. Ну а старшие школьники, безусловно, в цифровом формате подготовят свои сообщения, доклады о различных этапах Сталинградской битвы, об их героях. Я полагаю, материала там предостаточно, хватит нам на целый год. Можно дополнить? Да, 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 конечно, Татьяна Викторовна. А вот мы всегда подходим очень трогательно к атрибутам, символам каждого этапа. И вот в прошлом году мы, конечно, думали, что же такое нам сделать для блокадного Ленинграда. Конечно, хотели какой-то рупор, который всегда висел на столбах, да, но посмотрели, он очень тяжелый. Хотя можно было и это приобрести для наших ребят, показать. Какую воздушную тревогу, да? Да, воздушную тревогу. Все новости узнавали, только по радио. И поэтому нашли вот такую тарелку, домашнюю тарелку, радиотарелку, которая вещала как раз-таки о всех победах, победах наших советских воинов. И эта тарелка переносилась от каждого поселения, передавалась торжественно вместе со знаменем победы, которое было над Ристагом. И вот ребята слушали, там были записи, хроника была тех сообщений Левитана, которые дорогого стоят. Ведь люди не слышали это никогда, и наши ребята не слышали. И когда вот такие записи, что мы победили, что разгромлен враг, фашисты, все это передавалось вот в этом радиоэфире. А вот сейчас, конечно, тоже было трудно найти, потому что в основном это было снайперское сражение. Вот благодаря снайперам борьба была с фашизмом на Сталинградской земле. И так, чтобы как-то наглядно показать эти оптические приборы, было трудно, но его не увидишь. Но решили вот капсулу с Мамаева кургана, где подарили нам как раз-таки и губернаторы Волгоградской области. А также мы решили нагрудник, металлический нагрудник, который защищал наших воинов от немецких снайперов. И мы нашли этот нагрудник, конечно, это большая была поисковая работа, так чтобы ребята его и примерили, и посмотрели, какова была роль вот этих вот вещей в период Великой Отечественной войны. Но я хочу сказать, что символы тут утверждаются каждого этапа, насколько ребята наши и взрослые находят потом интересные моменты этих период, как мы нашли, например, рисунок императорского фарфора в блокадном Ленинграде. Действительно, вот эта сетка, которая была на окнах при бомбежек блокадного Ленинграда, легла в основу создания уникального фарфора императорского. И ребята рисовали уже целыми сервизы эти фарфоры, рассказывали, откуда это взялось. Поэтому большая ведется поисковая работа и в детских садах, и в школах, и в вузах. У нас на территории находятся наши вузы, и федеральный вуз пограничный, и туризм. То есть хороший такой толчок дает это для интересных, собственно интересных ребят. И неизвестных вещей. Многих авторов находим, стихов, песен, неизвестных солдат находим. Хорошая акция, то, что ухаживаем за могилами в этот период. У нас каждая братская могила или имена могилы героев, они все приведены в порядок. За ними закреплены все ребята, все взрослые. И поэтому это нам очень помогает. Что касается нововведений каких-то, понятно, что эстафета в основе своей, эта эстафета передается от поселения к поселению, в конце некое подведение итогов, это поездка в знаковое место какое-то, связанное с Великой Отечественной войной. А что нового? Ну, например, в прошлом году делегация города Королева присоединилась к нам, к Одинцовскому району. Нам это дорогого стоило, потому что о нас узнают уже на территории Подмосковья. Не просто узнают, а принимают с нами активное участие. Если взять вот открытие Сталинградской битвы, нашего четвертого этапа Салют Победы, то сейчас уже присутствовали представители Власихи, Звенигорода и Краснознаменска. Они, конечно же, были очень рады, что мы их пригласили, потому что все слышат на слуху этот проект Салют Победы. И поэтому вот есть такие новшества. Ну, если уже на региональном даже уровне оценивается, вот как вы говорите, Волгоград, Сталинград в годы Великой Отечественной войны, если даже на региональном уровне вызывают уважение эти усилия, то, конечно, на межмуниципальном уровне, естественно, желание присоединиться к этой инициативе. Ну, а вот что касается времени проведения, Михаил Викторович, вот сейчас, я так понимаю, время проведения в каждом поселении увеличено до двух недель. Все-таки одна неделя это мало, да, как вот с вашей точки зрения? Ну, это более, получается, доходчиво, если не как бы позволяет педагогу, преподавателю и самому вникнуть в эту атмосферу. И довести ее до учащихся. Вот, чем это вызвано. Ну, то есть, все-таки две недели это более приемлемый формат. Мы же не просто так, мы же по согласованию с директорами приглашаем ветеранов. Что тоже очень важно. Татьяна Викторовна, Вы уже в нескольких словах сказали о том, что разрастается эта инициатива, выходит уже на межмуниципальный уровень, уже вышла. И все-таки, вот, что касается охвата населения, каков охват населения? Я помню, что первый этап в общей сложности до 70 тысяч человек к нему присоединилась. Ну, вот, можно ли говорить о том, что количество участников увеличивается? Участников и тех, кто непосредственно охвачен, вовлечен в этот процесс? Вы знаете, как вот эстафета, она заражает всех вот таким патриотизмом. И количество увеличивается, если бы был первый этап в год 70-летия 70 тысяч, то здесь уже порядка около 200 второй этап. С учетом привлеченных муниципалитетов в сторонник. Да, да, да. И все хотят, вот, хотят все вместе. И вот Михаил Викторович сказал, что увеличено, и Вы говорите, до двух недель. Почему? Потому что эти символы курсируют по всему поселению. Мы их передаем торжественно. И в области находятся, да? Конечно. И школы в садике, и садики в институты, на предприятия промышленные тоже заходят эти символы. И ведь о каждом символе рассказываем. Это же людям очень нравится то, что вот к ним приехали. Они бережно относятся к этим символам. Они им делают специальные установки, специальные торжественные места, делают фотографирования. Вот это вот все и прививается патриотизм. Ну, честно говоря, в декабре 2014, когда я был на первом этапе «Салют Победы», я действительно первый раз в жизни взял в руки трехлинейную винтовку. Ну, да. Это первый раз в жизни у меня появилась возможность взять это легендарное оружие, посмотреть, взвесить его в руке. И, может быть, действительно, немножко на себя примерить, а как с этой винтовкой идти в атаку, да? Что чувствуешь? Ребята берут эту каску, одевают на себя, им говорят, да, это вот охраняет он, сохраняет свою жизнь, да? А ведь из нее они ели, ребятам накладывают туда кашу, показывают, как и кашу едят. В айсболге воду зачерпывали, когда у Сталинградская битва была. Показывают, сколько вариантов вот для солдата, он же не везет с собой тарелки там в бой не несет же, а у него вот эта каска, и они ребятам показывают. Я бы хотела, конечно, отметить Наталью Бондареву нашу, заслуженную артистку России, которая проводила во все эти три этапа уроки мужества. Она прямо со своим коллективом выходила и показывала, и рассказывала, как вот ребята и маленькие, и среднего возраста, юноши и девушки переживали эти тяготы войны. Конечно, дети плачут. Конечно, плачут. Ну и вот мне бы хотелось еще, чтобы сегодня прозвучали какие-то планы на будущее. Понятно, что четвертый этап – это лишь этап, да, что и дальше развитие будет у этой нашей инициативы Одинцовской. Одинцовской. Что можно сказать о пятом этапе? Есть ли сейчас уже какие-то замыслы, какие-то наработки? Каким он видится, этот этап? Пока работаем над проектом пятого этапа, пока не могу четко сказать, потому что не хочется никого обидеть. Это же будет уже, скажем так, если абстрагироваться, да, это, во-первых, уже будет… 75 лет, Павел. Это будет, во-первых. Во-вторых, огромное количество славных военных событий, и тут даже, ну, как говорится, глаза могут разбежаться, к чему посвятить. Я думаю, что Координационный совет при главе Одинцовского муниципального района Андрея Роберча Иванова проведет такое совещание, и нам скажут, на что нам обратить внимание в юбилейный пятый год эстафеты «Салют Победы». Мы не подведем. Михаил Викторович, Вы, как руководитель Координационного совета, что можете сказать? Есть ли уже какие-то, ну, скажем так, шорт-лист, модное сейчас слово, среди тех событий, которые стоит осветить, к которым стоит приурочить очередной этап? Ну, тут же Затяна Викторовна сказала, что мы не будем опережать события, проведем четвертый этап эстафеты, будем готовиться к пятому, и потом мы его будем предлагать, два-три варианта. Могут ли жители нашего Одинцовского района как-то поучаствовать, какие-то предложения внести? Можно ли они обратиться? Средства массовой информации дать два-три предложения на голосование, на референдум. Сейчас это модно. Поэтому то, что проходит сейчас, то, что проходит сейчас, ну, как бы сказать, с таким охватом всего населения, всех поселений, уже в Никольском, это было летом находились, были жители, проживающие из Москвы, наверное, в дачных поселках, и они принимали участие. Я просто слышал разговор бабушки там со своим, наверное, внуком, что это проходит, она ему стала пояснять, что здесь эстафеты, салют победы, я там выступал, рассказывал, почему это связано. То есть жители Москвы, проживающие в Одинцовском районе, тоже интересовались этим этапом. Поэтому здесь так трудно определить, каким будет пятый этап. Ну, он будет, это самое главное. Интересно, когда мы приехали, да, когда провожали нас на Ленинградском вокзале этим летом, было много иностранцев, очень много, японцев были, французы, и когда они встали на второй этаж, и мы когда зашли в этот зал, порядка двухсот человек, да, все в военной форме 41-го года, и стали плясать, петь песни военных лет, вы знаете, они говорят, господи, это что фильм снимают, это так красиво, это так красиво, и когда мы наклеили ленту эстафеты «Салют Победы» и прибыли на автобусе Петродворец в Санкт-Петербурге, многие подходили и спрашивали, а что это? А там написано «Одинцовский муниципальный район», «Салют Победы». Они говорят, а что это, это так интересно, вы в форме, но надо же, а у нас такого нет, и мы начинаем всем рассказывать, что у нас такое есть и будет. Французы, японцы, хорошо, что немцев не было, они бы, наверное, опять в плен стали сдаваться. Не знаю, мы были, мы в год 70-летия Победы посетили небольшую группу педагогов, Берлин, конечно, не в военной форме, но знамя Победы мы взяли, и когда к нам подошли два итальянских корреспондента, говорят, а что это у вас в руках? Мы просто растянули этот флаг и сфотографировались на фоне Рестага. А мы говорим, ну это то, что было вот в 45-м в мае, это Победное знамя над Рестагом. Они говорят, а можно с вами сфотографироваться? Мы говорим, конечно, можно. Вот такой эпизод тоже был у нас. Уже и международный уровень. Я думаю, что все это впереди, я думаю, мне кажется, Ольга Евгеньевича хотела что-то добавить. Я хотела бы сказать, особенно отметить, что эти мероприятия, они не стали разовыми. Вот в течение последних нескольких лет, и мы уже говорим с вами сегодня о будущем, это уже мероприятия стали в систему. Значит, они входят в нашу жизнь, память, почитание наших ветеранов, гордость за нашу страну, за наши боевые победы. Это должно стать привычкой нашего будущего подрастающего поколения. И это самая главная, по-моему, часть проекта, начатого главой. И я думаю, что дальше будет это продолжаться. Мы постараемся вырастить хороших граждан нашей страны, тех, которые знают и любят и гордятся своей страной. Это очень важно. А что говорить о том, что стало больше? Вот буквально даже наше общее мероприятие, это демонстрация на 9 мая, торжественная церемония. Один класс, два класса. Вы знаете, последние годы подходят родители, семьи, особенно начальная школа. А можно мы тоже придем просто вот сами с вами, и они одеты в эту форму. Обратите внимание, с каждым годом людей, которые вот так демонстрируют свою любовь к родине и уважение к ее памяти, ее предков, так их станут все больше. Маленьких детей одевают в военную форму. Это вообще трогательно. Собой вот эти все символы, ленточки, все это чрезвычайно трогает, и это очень важно для нашей молодежи. Ну что ж, я со своей стороны желаю всяческих успехов в проведении четвертого этапа. Я понимаю, что это огромная работа, это огромный труд, задействовано большое количество людей. Понимаю, Татьяна Викторовна, что не просто это все организовывается, но уж, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Я уверен, что все у нас получится, и все будет на самом высшем уровне. Спасибо вам. Я напоминаю, что гостями нашей сегодняшней передачи были Татьяна Викторовна Одинцова, исполняющая обязанности руководителя администрации Одинцовского района, Михаил Викторович Солнцев, советник главы городского поселения Одинцова и руководитель координационного совета по делам ветеранов при главе Одинцовского района, и Ольга Евгеньевна Писарева, директор Одинцовской гимназии номер 7. И наш сегодняшний разговор касался четвертого этапа эстафеты «Салют Победе». На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. 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 ОТВ.